Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем с праздником Сретения Господни. Сегодняшнее событие, которое мы вспоминаем, для каждого из нас имеет большое значение. А чему учит этот день нас? Этот праздник учит нас послушанию. Давайте обратим свои взоры. Пресвятая Богородица на сороковой день после рождения Иисуса Христа по закону приносит его в Иерусалимский храм. Ведь действительно, по еще ветхому закону, каждая женщина, родившая мальчика, должна на сороковой день привезти или принести его в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Пресвятая Богородица исполняет этот закон. Приносит еще с собою жертву по ветхозаветному закону. Она не должна была приносить жертвы за очищение, потому что она непорочно зачала, девою осталась и девою присно, то есть всегда является. И мы с вами знаем, что принеся эти дары, Матерь Божия передает младенца Христа на руки к Симеону. И он произносит ту молитву, которую мы слышим за каждым вечерним богослужением. «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яковидели очи мои спасение твое, которое ты приготовил всем людям, свет во откровение язычникам и слав людей твоей Израиля». Вот это удивительная молитва умиротворения перед уходом в другую жизнь. Запомните эту молитву. Когда и мы будем переходить порог вечности, постарайтесь ее вспомнить. Потому что этот переход ожидает каждого из нас. Но мы молимся сегодня, чтобы этот был переход таким, как перешел старец Симеон с миром. Чтобы в руки твои, Господи, ты принял и мою душу после моей временной земной жизни. И вот, дорогие, сегодня мы должны извлечь еще один важный урок. Мы ни в коем случае не должны сомневаться в том, что написано в Священном Писании. Не подвергать сомнению ни одного слова, потому что Слово Божие, как сказано, все Писание Бога вдохновенно. Мы никогда не должны сомневаться в истинности Священного Писания. Иногда мы не понимаем его. Вот для этого у нас есть толкование. Для этого у нас есть замечательное святоотеческое наследие, открывая которое мы можем познавать те прочитанные строки, непонятные нам, и через святоотеческую мудрость нам будет многое открываться. И последний урок, который мы с вами сделаем из сегодняшнего события, торжества, которое мы празднуем, дорогие братья и сестры. Чтобы встретить Господа, нужно иметь вот такое смиренное сердце, как у старца Симеона. Гордым Бог не открывается, а смиренным дает благодать. Надо иметь радость, с которой Он пришел в храм. Не так, как мы, ну надо идти там на службу, так уже устали, опять стоять долго. Надо ходить в храм Божий, как Симеон, со смирением. Вниду в дом Твой, Господи, и поклонюсь ко храму святому Твоему, и буду стоять с духовной радостью. Вот какая задача для каждого из нас сегодня вырастает из праздника. Вот как мы должны сами заходить в храм с радостью и смирением. И помнить, что не через ангелов совершилась эта встреча с Богом, а через людей. Богородица с Иосифом принесли младенца Христа. И эта встреча состоялась через руки человеческие. Вот и каждый из нас сегодня призван стать тем добрым человеком, через встречу с которым те люди, которые не знают Бога, могли бы с Ним встретиться. Вот я желаю всем нам стараться как можно больше делать добрых дел, как сказал сам Спаситель, так да просветится свет ваш перед людьми, чтобы они видели дела ваши добрые и прославляли Отца вашего Небесного, чтобы хотя бы кто-нибудь на своем пути, видя добрые ваши дела, смог встретиться с Господом и уже никогда с Ним не расставаться. С праздником встречи Господней! Со Сретенем Господним поздравляем всех вас! Дай Бог, чтобы эта встреча, однажды совершившись в сердце каждого из нас, сохранилась в наших сердцах на всю оставшуюся жизнь. Вот тогда не страшно будет умирать. Тогда не страшно будет встретиться еще раз, потому что когда придет Христос, тот, который ждал Его всю жизнь, он этой встрече обрадуется и скажет, Господи, наконец-то! А те, кто не хотели слушать Господа, ни слова Его не читали, ни храмы Его не посещали, ни в таинствах Его не участвовали, не молились Ему, не помнили о Нем, нарушали все Его заповеди. Вот для тех людей это будет страшный суд. Выбирайте, какой будет ваша встреча с Господом. Зависит от того, как мы поживем уже здесь, на земле. Аминь.